Радио Болтком Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Елена Привалова, и у нас в гостях крайне интересный музыкант. И не сказать, что российский, можно сказать, российский, швейцарский арфист, композитор, педагог Александр Володич. Здравствуйте, Александр! Добрый день, добрый день! Я рада, что вы нашли время для встречи с нами. Хотела бы сказать нашим слушателям, что мы с Александром пытались назначить нашу передачу почти год назад, начиная где-то с апреля, может быть, даже раньше. И всё время из-за концертного графика Александр это срывался и невозможно было сделать. Я рада, что сейчас всё-таки появилась возможность пообщаться с нами и рассказать Рижанам и об арфе, и о вашем творчестве. Вообще, фактически до начала XX века арфа, инструмент был исключительно мужским, и на нём играли только мужчины. А затем получилось, что с арфой ассоциируясь исключительно с женщиной и как будто стал женским инструментом. И Александр вновь ломает стереотипы и представляет крайне интересные программы, проекты. И вот об этом всём будем разговаривать. Александр, как вы пришли к арфе? То есть я посмотрела в вашей биографии, что вы родились в семье почти музыкантов, да, мама ваша музыкант, профессор Санкт-Петербургской консерватории. Но вот почему арфа? Ага, традиционный вопрос, почему арфа? Ну, знаете, арфа, потому что так получилось, абсолютно не было никакой задней мысли, каких-то мечтаний или идей. Вот просто повезло, давайте называть это так. Действительно, сел за инструмент, до этого играл на рояле, уже с четырёх лет сел за инструмент, и как-то дальше оно пошло. И самое интересное, что оно сразу превратилось в профессию, в работу, поэтому здесь никаких нету каких-то сложных, знаешь, таких общений с талантом, например, с какими-то судьбой или так далее. Просто сел и сразу пошёл один концерт, второй, надо это подготовить, надо это подготовить. Но это не значит, что у меня жизнь была полностью вся забита музыкой. Я летом всегда уезжал в Латвию к дедушке с бабушкой, и там я проводил два месяца без арфа. Но всё-таки, вот мы сейчас к Латвии вернёмся, это очень приятно этому рижанам, особенно приятно, когда звучит наша страна в диалоге. А всё-таки, ведь вы не сели, вы сначала сели за рояль, но вы же потом не сели, не взяли в руки скрипку, виолончель, имена арфа. Ну, чисто мамины решения. То есть не то, что мамины решения, просто подвернулась арфа, мог бы подвернуться бубен, подвернулась арфа. Ну вот так получилось. То есть я не могу это никак объяснить с точки зрения какой-то расчёта, сломости стереотипов и так далее. Я об этих стереотипах узнал уже достаточно поздно, уже после того, как закончил школу, вдруг узнал, что я вообще был самый первый там мальчик, который учился на арфе. И уже только после этого я обнаружил себя в таком мире достаточно женском на 95%. И действительно, стереотипы они очень сильно засели, притом во всех странах, потому что удивительно. Кроме Латинской Америки. В Латинской Америке всё-таки арфа национальный инструмент, у них есть свои арфы, и поэтому там очень много мужчин играют. Они вообще, в принципе, не воспринимают арфу так, как мы воспринимаем её мы. А как они её воспринимают? Как мы воспринимаем гитару, или, не знаю, банджо, или, ну, как национальный инструмент для игры национальной музыки, вот, фольклорной. Вот они постоянно, у них оркестры арфы, у них везде арфы звучат на улице и так далее. То же самое, кстати, происходит в Ирландии. Интересно, например, в Англии очень много арфисток, а в Ирландии я очень много встречал арфистов, которые играют на кельтских арфах, например. Ну, опять же, это всё вот эти гендерные вопросы, стереотипы, это всё, оно приходит и уходит. Опять же, мы можем редко увидеть тубисток или там контрабасисток. Ну, контрабасисток уже чаще, тубисток, наверное, контрабасисток. Чаще, чаще, всё это меняется. То есть прошлый век, он был веком каких-то устоев. То есть мы входили в очень быстрый век постоянного развития, и люди цеплялись за стереотипы, потому что они им помогали хоть сохранить хоть что-то в этом изменяющемся потоке. Поэтому сейчас мы в 21 веке это всё развинчиваем, раскручиваем, и вот арфа тоже в процессе. В пять лет вы начали играть на арфе, и уже в шесть лет композитор Сергей Слонимский написал специально для вас сочинение, которое вы исполнили на фестивале. Расскажите об этом. Ну, Сергей Михайлович Слонимский был другом семьи долгое время, и я его очень часто видел. Он приходил на праздники, он заходил послушать свою музыку, мамины студентки играли, и покушать сливки. Сергей Михайлович очень любил сливки. Вот, не знаю, вот просто сливки с ягодами. И я к тому времени написал своё первое сочинение, мама рассказала об этом Сергею Михайловичу, в простонародье он был слом, вот, естественно. И Сергей Михайлович написал произведение «Рождественские звоны», при том он это написал прямо под рождественский фестиваль, который проходил в Петербурге. И там был какой-то специальный костюм, я это всё играл, и потом написали многие другие композиторы. Рогалёвич, Рогалёв писал, Белов написал совершенно экзерсисы. В общем, я в первое время выплывал именно на композициях, написанных специально для меня, и это очень важно. Это очень важно, потому что у арфы не так много ценного репертуара. Вот именно ценного. И на арфового. Нет, не-не-не, я это хочу как раз именно подчеркнуть, что репертуара для арфы много, огромная куча нот, можно вот забить, взять большой дом и забить его доверху нотами. Но только имён, которых мы там узнаем, всего лишь там парочка. Поэтому вопрос именно, чтобы были произведения, написанные ведущими композиторами, которые действительно потом останутся это всё в истории. Потому что когда я составляю концерты, в этом основная проблема, почему я играю музыку абсолютно разнообразную. И много аранжировок. И классик, и больше 300 аранжировок, и джаз, и поп, и рок, и музыка из кино и так далее. Потому что я могу составить программу вот из тех сочинений, которые играю, таких фамилий, не знаю, как Ранье, Туранье, Гранжани и так далее. То есть для меня они будут что-то значить, для публики нет. Они увидят на афише, думают, кто это за люди, зачем я пойду на этот концерт. Когда они видят, что это там Бах, Бетховен, Скорпинс, Квинн и так далее, они думают, а ну хорошо, вообще я не знал, что арф это играет. Вот поэтому приходится заниматься немного пропагандой, но такая работа. Как ловко вы поставили Бах, Бетховен, Скорпинс, Квинн в один ряд? Так я так и ставлю в концертах абсолютно. И не то, чтобы не стесняюсь этого, а это одна из основных мыслей, которые я хочу донести до публики. А именно, что музыка не делится на вот это хорошая классика для умных, а это рок или там неоклассика для неумных. То есть музыка, она в принципе является продуктом для ощущений, для чувств каким-то языком. И каким образом мы на нем говорим, это абсолютно неважно. И когда приходят филармонические старушки на концерт в филармонию, и там они слушают Red Hot Chili Peppers или Radiohead, то, соответственно, они потом такие, ой, мы никогда это не слышали, это же такая хорошая музыка. Ну, конечно, они не слышали, они же не ходят на рок-концерт, они не будут слушать звезды. А так вот я им еще рассказываю, как группа жила, почему они это писали, что они хотели, с какими были переживаниями. А другой оборот, то есть филармонические бабушки, они ходят на концерты классической музыки, а вот удается заманить эту аудиторию благодаря таким композициям, да, Scorpion, Screen, и после этого, чтобы они слушали паха? Естественно, ну, то есть это работает с две стороны. Естественно, люди, которые увидели на афише, я не знаю, Daft Punk, и пришли послушать, как на арте будет звучать Daft Punk, то в начале концерта или там где-то, или наоборот, в конце, я иногда просто не ставлю это в хронологическом порядке, а наоборот, перемешиваю по звучанию чисто, и они услышали баха или там Россини, или даже там Arvaterta DBC, и они поняли, что это тоже вызывает у них эмоции, драйв. То, да, я уверен, я уверен, что они слушают. Самое приятное после концерта, когда подходит, конечно, много разных человек. И вот я стою и принимаю поздравления, ну, такая традиционная вещь после концерта. Подходит один человек и говорит, ой, какой хороший концерт, но вот особенно большое спасибо за Шопена. Шопен был просто потрясающий. Следующий человек подходит и говорит, что вот, да, концерт классный, вот богемная рапсодия, это прям вот так вот в точку, и все остальное. Следующий подходит, говорит, да, концерт, концерт, да, хорошо, но вот баха, я никогда не слышал о Нарфе баха и так далее. И вот так подходит, и каждый нашел для себя что-то. И вот это мне очень важно, потому что когда программа, там, шесть сонат Бетховена, ну, это хорошо, это важно, но я уже слышал шесть сонат Бетховена, и больше сонат слышал Бетховена. И я не нахожу тогда, когда сижу на концерте, что-то для себя. А когда программа выстроена из разных элементов, как мозаика, тогда действительно каждый может найти что-то именно, то, что резонирует внутри. Ну, Бетховен, конечно, не писал для Арфы, и шесть, даже 32 соната на Арфе, наверное, не сыграешь, да. Хотя, наверное, можно тоже. Я играл соната Бетховена. Потому что, конечно, монографические концерты выдающихся пианистов, они всегда также вызывают... То есть идешь на что-то другое, слушаешь что-то другое. Но вот то, что делаете вы, конечно, это пропагандирует и классическую музыку в первую очередь. Монографические концерты выдающихся пианистов, это абсолютно верно. Я сейчас задаюсь вопросом, когда много же новых молодых талантов, да, молодых и талантливых и так далее. И когда вот каждую неделю я смотрю афишу, и какой-то новый, неизвестный мне пианист ставит этот моноблок. И вот я понимаю, что с вероятностью 5%, давайте так много поставим, с вероятностью 5% я услышу, что там что-то действительно новое и интересное. Но это такая маленькая вероятность, потому что уже после того, как ты послушал Вихтера, Горовица, когда ты послушал вообще, в принципе, всю накопленную плеярду пианистов и записей и так далее, вот действительно, чтобы тебя удивить, это прям нужно очень сильно постараться. Поэтому я очень рад, я очень рад и очень надеюсь, что музыканты будут действительно искать что-то новое. Я не говорю по поводу аранжировок попсы и рок, я именно говорю что-то новое, искать новые сочетания, находить параллели между композиторами, между разными временами, искать какие-то другие формы, возможно, добавлять видео, движения, текст, неважно. Но действительно искать, потому что иначе это вот такая вот именно, вот такие вот классические концерты, они постепенно будут загибаться. Даже какие-то, вот мы говорили про Швейцарию, да, здесь есть фестиваль Вербье, да, казалось бы. Да, один из самых известных фестивалей. Такая махина старинная и очень традиционная. Они выбирают прямо классическую музыку очень тщательно, и они крайне консервативны, но буквально с прошлого, позапрошлого года у них появились также концерты неоклассики, появились концерты кроссовера, тоже рок-поп-обработки, тоже появились на Вербье, казалось бы. Вы принимаете участие в этом фестивале? Я, может быть, в следующем. У нас из-за ковида сдвинулась вся, весь график на два года. Поэтому я очень надеюсь, я очень-очень надеюсь, что все встанет на свои места. И мы тоже. Вы знаете, так как вы играете на таком интересном инструменте, я думаю, что наша реческая аудитория фактически ничего не знает об этом инструменте. Расскажите немного о строении арфы, вот об этих семи педалях, что они делают. Вот прям кратко, чтобы хоть немного люди стали понимать, что это за инструмент. Ну, педали я не покажу, но у меня зато есть арфа. Нет, показывать не совсем надо, потому что у нас не все смотрят видео. Я могу ее препарировать. А, нет, ну все же меня слышат. А слышать, да, вот можно послушать. Все чувствуют, что у меня есть рядом арфа. В принципе, это инструмент о 47 струнах, который настроен обычно в добе-моле, в мажоре. А вот интересно, добе-моле-мажор, почему не си-мажор? Почему добе-моле-мажор? Ну, потому что для меня, вот очень хороший вопрос, потому что для меня это добе-моле-мажор. Объясняю, почему. У педалей внизу, у каждой педали три позиции. Соответственно, если струна, например, у меня до на поднятой педали, то есть раскрытая, то она добе-моль. Если я нажимаю педаль, то по всей арфе это становится добе-кар. И дальше еще раз я нажимаю педаль, становится до диест. И то же самое. И так далее. То есть получается, что для меня гамма это до-бемоль-мажор. Потому что по тем же самым струнам можно сыграть до-мажор или до диез-мажор. Или по тем же самым струнам это будет до-минор. То есть струны остаются одни и те же, а меняется именно звучание струны. Сверху находятся вилочки. Они пережимают, просто пережимают струну. Этой технике уже две сотни лет. Вот именно такая арха с двойным кодом педали, она появилась две сотни лет назад. Это Себастьян Эрар, французский изобретатель, который как раз работал с листом и двойной ход у рояля тоже изобрел. А в принципе вот такой арфе педальный 300 лет. Но это совсем, можно сказать, молодой инструмент. И те детали, которые сейчас делают, а в арфе более двух с половиной тысяч деталей, они вычеканиваются в Чикаго на машинах, на таких больших старинных фабричных устройствах, которым, по-моему, лет 60 сейчас или 70. То есть только в Чикаго? Только в Чикаго основные. Вот есть фирма итальянская Сальви, есть в Чикаго Лайнен Хили, во Франции Камак, в Японии. В Японии сами чиканят, во Франции сами чиканят. Чикаго работает и на Италию, и на Америку. А у нас есть сейчас арфы в России тоже. Поэтому арфа такой инструмент фабричный. Нет практически отдельных мастеров. Делают кельтские арфы небольшие, а вот такую арфу собрать достаточно сложно. На изготовление одной арфы уходит практически один год времени. Ну, естественно, что хотелось бы сказать, конечно, про арфу, кроме того, что это все педали и изменения. Кстати, педали дают возможность дублировать звук, поэтому получаются вот эти все известные глиссандры на арфе, потому что дублируются некоторые струны, да, и получается вот здесь дублируются, здесь дублируются, здесь дублируются, да, и... Вот такие вот из музыки кино, мультиков, вот это все благодаря педали. Знаменитый щелкунчик. Наиграйте что-нибудь еще просто невозможное, волшебный звук. Вот это как раз щелкунчик. А Чайковский воспринимается всеми как композитор, который пишет для арфы, потому что в щелкунчике все писаются. Много, да. Большие. Он ни разу не написал ни одного сольного сочинения. Он про арфы писал в письмах то, что арфы не сольные инструменты, то, что она только краска в оркестре и так далее. Хотя вокруг памятника Чайковского перед консерваторией в Москве стоит для арфы по бокам. Поэтому я вот, у меня есть такая еще мысль, не то чтобы мечта, но надежда, что когда-нибудь арфа войдет как дисциплина в конкурс Чайковского, потому что ей там самое место. Мне кажется, было бы очень правильно. Это надо с Валерием Герком. Валерий Бесалович, да, Валерий Бесалович, да. Он любит арфу, он действительно много сделал для этого инструмента. И сейчас вот с Соней Кипрской, с моей коллегой, фестиваль проходит в Петербурге при Мариинском театре. В принципе, я надеюсь, что арфа. И, кстати, вот в этом году была выставка арф в Санкт-Петербурге. И я слышал от преподавателя как раз десятилетки в школе-лицеи, что в этом году, ну вот в прошлом, на этот год, был набор больше, чем пианистов. Поступать на арфу пришло. То есть пропаганда работает. Вот, и арфа, арфа – очень разнообразный инструмент. То есть кроме того, что вот обычный звук на ней, да, есть огромное количество вариаций. Я могу играть ниже. Сотни разных вариантов звука, потому что играется напрямую пальцами. И в этом большое преимущество перед роялем, простите меня, пианисты, но вот на арфе. Это действительно, то есть какой бы ни был гениальный и чувственный пианист, как бы он красиво, вибрируя пальцем, нежал бы на клавишу, но при этом все равно дальше там механизма переходит в молоточек, молоточек бьет по струне. Он может ударить, конечно, с абсолютно разной силой, с разным чувством и так далее, но все равно молоточек бьет по струне. Здесь я могу делать абсолютно все, что угодно, потому что это пальцы, это 47 струн, это полная свобода действия. Я даже могу играть флажелеты, например, на металлических струнах, которые звучат, как из Sky-Five фильмов. Да, то есть вариантов много и фантазии много, еще много чего даже для арфа-эффектов. Я просто сам сижу и изобретаю эффекты, которых просто нигде нет. Я думаю, что это может быть бесконечный процесс. Александр, а можете также порадовать нашу публику от какой-нибудь рок-композиции или популярной, там уже этот Чайковского услышали, все знают, а вот услышать на арфе. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Браво, браво, все аплодисменты вам И, дорогие друзья, я хотела сказать, что у нас прямой эфир В гостях у нас арфист Александр Болдачев И сейчас Болдачев, простите, видите, я уже облатышилась, у нас все ударения на первый слог Спасибо, что вы поправили И я, дорогие друзья, обязательно посмотрите наш эфир затем в Фейсбуке или на канале Ютуб, потому что можно посмотреть, как Александр это делает Руки, это что-то волшебное Всегда приятно смотреть на руки музыкантов, на выражение лица А здесь это просто настолько рядом, настолько близко и такое же завораживающее действие, как слушать эту волшебную музыку Александр, просто браво, спасибо огромное Спасибо Да, а вот арфа достаточно большой инструмент Живете вы в Цюрихе, когда у вас было большое турне по России и вот по Европе Ездите с инструментом или везде предоставляют? Везде нахожу, везде нахожу Я работаю с компанией итальянской, с Alve Harps И они мне помогают найти арфу или привозят из магазина Как-то мы находим Обычно так же, конечно же, по коллегам Везти арфу – дорогое удовольствие У меня есть арфа в Цюрихе Если я еду по Швейцарии или даже в Германию, Францию Я иногда беру с собой арфу просто на поезде Привез, поставил в поезд, нормально она там едет А если куда-нибудь, я там, вот был тур по Америке, 19 концертах Везде нужно было найти арфу Поэтому абсолютно такой инструмент, как рояль Просто он не везде стоит, к сожалению Да А вот рассказывали, что отдыхали в Латвии, когда были маленьким Играли ли вы концерты в Латвии? Выступали? Нет еще пока Я сейчас обсуждаю Вот есть Галина Полторатка Да? Она привозит Казинника Вот, да И мы вот с ней сейчас обсуждали несколько раз возможности и так далее Я надеюсь, что мы все-таки перейдем к какой-то определенности Еще не играл я концерты в Латвии Но в детстве у меня папа родился в Даговпилсте И я ездил туда каждое лето на протяжении лет 15 И каждое лето я проводил вот Даговпилс вокруг и так далее А после этого я очень часто начал летать через Ригу Тогда даже какое-то время не было прямых И когда я только-только начал учиться в Швейцарии Это всегда из Санкт-Петербурга Я сначала прилетал в Ригу А потом улетал уже дальше в Цюрих И очень часто такой бюджетный вариант был прилетать вечером, улетать утром Неудобный, поэтому он был дешевле Поэтому я прилетал вечером За несколько сантим доезжал до центра города И там либо снимал отель, либо просто шлялся по тусовке Ну нет, действительно, Рига очень гостеприимный такой тусовочный город Очень много прекрасных людей, никогда там не скучал Но, к сожалению, концерта еще пока не было Вот, может, будет Обязательно будет Расскажите еще о ваших ансамблях Потому что помимо того, что вы делаете большие сольные программы Также участвуете и в самых различных ансамблях Ой, ансамбля, да Это моя и любовь, и печаль Потому что я немножко нахожусь всегда с другой стороны В ансамбле все-таки арфа, аккомпанирующий инструмент И даже если у нас дуэт, то получается, что я-то могу сыграть сольно А флейта, например, не может Поэтому флейте нужен я И очень обижаются на меня всегда мои партнеры Когда я играю с кем-то другим Или сольно играю и так далее Говорю, ну, ребят, ну, блин Понимаете, есть разные ситуации Но есть со скрипкой Со скрипкой, с флейтой, с аксофоном Естественно, вероятно, как у Жохарова Вот здесь у меня Татьяна Пименова С вортепиано много играли Недавно с Полиной Сетинской делали прекрасного Рахманинова Есть дуэт с органом Ну, вот с органом, кстати, концерт уже все-таки арфа солирует Уже не аккомпанимент Это, наверное, единственный дуэт Или не совсем Нет, дуэт это дуэт Дуэт это, в принципе, просто арфа, как рояль, аккомпанирующий инструмент Я могу также очень часто работать с певцами Очень люблю, но все-таки мама преподает концертмейстерское мастерство Поэтому я это впитал как-то уже сквозь кожу Ну и, конечно же, арфа очень хорошо звучит с оркестром Просто это нужно действительно найти правильный ансамбль с оркестром Чтобы оркестр не набросился на арфу и не затоптал ее Вот сейчас как раз работаю над концертом Александра Литвиновского Это белорусский композитор Буду играть скоро в Белоруссии, в Минске Вот новое сочинение называется «Калипсо» Ваши композиции где звучат? Сами любите включать свои произведения в программы? Я сейчас пересмысляю, можно так сказать Свое отношение к композициям К композиции в принципе Потому что я написал очень много разной музыки В разных жанрах И сейчас ищу именно что-то свое самостоятельное Скоро выйдет альбом с пятью композициями Совместный с композитором из Лос-Анджелеса Брюсом Хилле Планирую на ближе к осени будет еще один альбом Который уже выйдет с такой как бы неоклассикой Но концептуальной неоклассикой Давайте Там сейчас много слов Метаклассика, постклассика Постмета-гиперклассика В общем, не важно В общем, произведения сейчас Они есть, их можно послушать И в Ютубе, и на электроарфе И на обычной арфе И много импровизаций есть В общем, можно найти действительно произведения Но какие-то большие проекты Все-таки они еще впереди У нас сегодня звучала обычная арфа Что есть кельтская арфа Есть электроарфа В чем их различие? В способе распространения звука Ну, кельтская арфа Это та, что распространилась в Средневековье Вместе с кельтами по всей Европе И на ней играли трубадуры, труверы и так далее Это маленький достаточно инструмент Да, маленький инструмент Он может быть и такой И стоящий на земле Но, в принципе, это маленький инструмент Такой переносной все-таки Ну да, он сейчас используется для детей в основном А арфа акустическая, как я сказал Появилась 300 лет назад В основном это для салонов Оркестровый инструмент И вот сольных концертов А есть электронная арфа Она может быть как и большая, как и маленькая Там просто идет съем звука Либо пьезоэлемент на каждой струне Либо большая пьеза, которая снимает, в принципе, весь звук Ну, есть еще вот сейчас Медиарфа в разработке Надеюсь, скоро будем еще дополнять Такой прямо четкой электроникой Потому что арфа Вот есть швейцарский арфист и композитор Андреас Фоленвайтер Очень советую послушать Потому что вот такой арфы Вы точно не слышали Обычно говорят про меня Вот и я говорю Я советую очень Андреаса Он дважды лауреат Грэмми Сейчас под 70 ему лет Он только что выпустил новый альбом И это потрясающе Он сам конструировал свой инструмент У него там и пьезоэлементы И магнитные съемки, как на бас-гитаре И с деки снимаются И громадный процессор Который это все обрабатывает на 24 В общем, очень интересная музыка Дорогие друзья Мы, как обычно, опубликуем все упомянутые композиции В комментариях в фейсбуке Вы сможете потом перейти по ссылке и посмотреть И наверняка, Александр, у вас есть еще свой ютуб-канал Где можно послушать ваши композиции Ваше исполнение Я передам обязательно все ссылки У меня есть инстаграм, на котором в основном все новости И очень много того, что происходит вокруг меня У меня есть ютуб с разными записями Естественно, фейсбук И для тех, кто совсем хочет быть в теме У меня есть даже патреон-канал Который с моими нотами С записями такими, которые я не публикую И там разные вещи В общем, для поддержки, так сказать Творчества Осталось буквально пару минут еще Ваша третья ипостась педагогика Как остается время для того, чтобы преподавать Учитывая все то, о чем вы рассказывали до этого А вот это хороший вопрос Я недавно решил перейти на другой немножко способ преподавания Так, я его обозвал немножко странно Мюзик консалтинг Консультации Потому что я понял Уже особенно после пандемии И сейчас, когда я преподавал онлайн Я понял, что работа с учеником Первые 15-20 минут Это вот продуктивная После этого начинается В принципе то, что ученик мог бы сделать самостоятельно То есть я даю задание И дальше мы начинаем Ну давай попробуем вот это и так далее То есть если мы сильно не погружаемся в текст То в принципе 15 минут достаточно Чтобы понять, что и как Поэтому я сейчас перехожу на ту форму обучения Когда мне люди присылают записанные видео И я с ним их анализирую И записываю дальше все необходимые упражнения Комментарии, над чем поработать и так далее Это очень сильно экономит и мое время И ученика Экономит ему и средства, и нервы Потому что на записи обычно То есть вживую это волнение И плохой иногда канал связи Интернет глючит и так далее Так что вот я перехожу на такую форму обучения А также сейчас буду преподавать в Швейцарии Это уже очно И будут, естественно, мастер-классы Я в основном, конечно, работаю сейчас как на мастер-класс Очень хочу, чтобы у меня было свое место Где-то, где я мог аккумулировать бы учеников Свою методику продвигать и так далее Но вот пока его нет А вот в России будет очень интересно В скором времени будет повышение квалификации Поэтому скоро выйдет курс Курс, видеокурс Для профессиональных артистов Которые они смогут пройти Там 30 часов материалов будет Плюс дальше онлайн-встречи В общем, будет много чего интересного Фантастик Очень интересно И удивляюсь, как вы находите временно Все, чтобы это сделать Там можно на самом деле даже сделать видеозапись Урок это все равно Тоже очень много времени уходит И желаю вам больших успехов Когда любишь Любишь не то, что даже свое дело Это дело, оно может быть разное А когда любишь именно жизнь Вот жизнь То тогда всегда все успевается Потому что в этом Оно все концентрируется вот здесь И это видишь И тогда оно все работает Прекрасно У нас в гостях был арфист Александр Булдачев Который сейчас живет в Цюрихе Родился в Санкт-Петербурге Дорогие друзья, слушайте арфовую музыку Мы обязательно опубликуем ссылки И на исполнение Александра И на его композиции Можно будет познакомиться Я сама с большим удовольствием послушаю Потому что не была знакома Именно с этим направлением Арфового исполнительства И мне кажется, сегодняшняя передача Даже у меня сломала Очень многие стереотипы об арфе И я этому очень рада Будем ждать вас в Риге И желаем больших творческих успехов Всего самого хорошего Спасибо вам большое С вами была я, Елена Привалова Встретимся в следующую среду На культурной среде До свидания Всего доброго Радио Болткома Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова